Светлана Сальникова в профессии участкового уже более 30 лет. Рассказывает, за такое продолжительное время каких только ситуаций на службе не случалось. И семейные ссоры, и драки, но всегда с людьми удавалось найти общий язык. Отмечает, что все благодаря ее принципам. Не оставаться безучастным, понимать и сопереживать. Эти убеждения, уверена Светлана, залог успешной работы. Однако порой бывают ситуации, когда сострадание нужно проявить не только к людям. Как-то пошла на административный участок, ну по обращению граждан, там сидел маленький котенок, такой беззащитный. Ну я заявление приняла с гражданами, пошла, он сидит, думаю, надо взять его. Взяла к себе, поднесла домой, приютила. Он стал уже большим матерым котом, назвали Тимкой его, живет ребенок рад, и мне хорошо. Прихожу, и живая душа рядом. Важная часть работы участкового – разрешение конфликтов. Одна из таких ситуаций произошла накануне Нового года с жительницей советского района Арминеса Акян. Женщина рассказывает, произошла ссора с соседом по лестничной клетке, заступился сын. Сосед не стал выяснять отношения и позвонил в дежурную часть, и как раз на вызов приехал участковый Светлана. Для нее такие случаи не единичны, и благодаря огромному опыту работы конфликт удалось урегулировать без последствий. Я все объяснила, она решила мою проблему, она очень быстро успокоила его, что вот нельзя вот так неадекватно себя вести. Сейчас он себя ведет тихо, нормально, слава богу. Светлана Николаевна подошла, пришла ко мне, я все объяснила. Мы друг друга, конечно, поняли, она меня очень хорошо поняла и решила эту проблему. Не зря отмечают, что участковые наиболее близки к людям и их проблемам. Поэтому, чтобы успешно наладить контакты с жителями, одних качеств самого сотрудника в наше время недостаточно. Важно, в каких условиях работают люди этой профессии. Для этого несколько раз в год члены Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области приезжают в участки разных силовых ведомств с инспекцией. Во время таких встреч общественники выясняют, какие принципы и правила участковые используют во взаимодействии с гражданами, узнают, экипированы ли сотрудники всем необходимым для службы и, главное, в каких условиях они работают. Тут важна как обстановка, так и состояние участков. После этого члены совета по необходимости могут выписать рекомендации. Но реализация этого опыта зависит от финансирования, поэтому мы рекомендуем рассматривать прибюджетирование деятельности полиции в целом. И очень важный аспект – это ремонты и создание условий для работы участковых полномоченных. Но не только благоприятные условия труда влияют на успех в выполнении ежедневных задач участковых уполномоченных. Одно из направлений работы общественного совета – психологическая подготовка сотрудников внутренних ведомств. А так как участковые ближе всех к людям, подготовка нужна особенная. Для этого специалисты даже проводят исследования на стыке психологии и социологии. Сегодня граждане очень разные, своеобразные. И ситуация-то тоже вокруг нас очень изменчивая. И в этом смысле как раз участковому тоже, по крайней мере, они так утверждают и говорят, необходима такая тоже психологическая подготовка. В ноябре 2023 года профессия участкового уполномоченного отмечает свой 100-летний юбилей. И хотя за это время многое в этой сфере поменялось, одно остается неизменным – помощь людям, ежедневные решения бытовых и многих других проблем. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.